Православный женский день в минувшее воскресенье отметили и в Биробиджанской епархии. День Джон Мироносец, как полагается, начался здесь с Божественной Литургии. В Благовещенском кафедральном соборе праздничное богослужение возглавил архиепископ Иосиф. Порадовали православных женщин и на концертах, специально организованных к этому дню. В третью неделю по Пасхе Святая Церковь прославляет подвиг святых жен Мироносец. Они следовали за ним по крестному пути. Они стояли у Его креста. Вместе с причистой и преблагословенной Матерью Божией они созерцали страшные страдания Спасителя и видели Его смерть. Они участвовали в Его погребении. Из учеников только один Иоанн Богослов остался в это время при кресте Господне. Но женщины эти, слабые женщины, остались тверды и непоколебимы. После Божественной Литургии и Пасхального Крестного Хода, рассказав о подвиге святых жен Мироносец, Владыка тепло поздравил всех женщин с православным женским днем и пригласил на праздничный концерт, посвященный этому событию. Мероприятие было организовано епархиальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению и епархиальным миссионерским отделом, которыми руководит иерей Георгий Борисов. В создании вокальных и поэтических композиций участвовали творческие семейные коллективы православных прихожан, воспитанники городской воскресной школы. Задача концерта была рассказать мирянам, христианам о празднике Жен Мироносец. Вот есть такой праздник 8 марта, но оказывается есть христианский праздник. Это праздник Жен Мироносец, это день мамы, день бабушки. Особую ноту теплоты русского фольклора внесли в концерт участники образцового ансамбля «Младушка». Давно сотрудничает с Биробиджанской епархией детская музыкальная школа. В этот раз искренний интерес зрителей вызвала известная сказка «Муха-Цокотуха», пересказанная на новый манер в жанре мюзикла. Мы повышляем разборки, в этом едины всегда. В новой трактовке сказки зло было побеждено Божьей благодатью с помощью пасхального хлеба и святой воды. Отрицательных персонажей исполнили участницы вокального трио «Сэмпл», остальных героев – учащиеся детской музыкальной школы города Виробиджана. Завершая праздничный концерт, Владыка Иосиф поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении праздничной программы и вновь поздравился с православным женским днём. Все духовные качества, которые были присущи святым женам мироносица – любовь, искренняя преданность, твёрдая вера, желание сделать доброе дело и оказать помощь. Вот эти духовные качества веками воодушевляли наших православных женщин на служение Богу, на служение Святой Церкви, на служение ближним. На этом торжество православного женского дня не закончилось. Вечером в социально-просветительском центре Биробиджанской епархии состоялся небольшой камерный концерт, подготовленный силами сестёр и юных прихожанок Святой Накентьевского женского монастыря. Наталья Шуплецова, Евгений Корякин, пресс-центр Биробиджанской епархии. Для телеканала «Союз».